Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. С вами я, Елена Викторовна. И сегодня мы проведем урок по написанию цифр. Этот урок пригодится не только первоклассникам, но и всем деткам, у кого есть замечания по написанию цифр. И первый наш сегодня урок мы проведем в такой нетрадиционной форме. Мы будем учиться писать вместе со мной. Возьмите, пожалуйста, тетрадь в клетку, шариковую ручку и приготовьтесь к написанию цифр. А пока вы готовитесь, я вам прочитаю небольшие стишки про цифры. Единица, единикса. Цифра тонкая, как спица. Очень стройная она, всем и каждому видна. Первая песенку поет, первая в пляс всегда идет. С этой цифры каждый день мы ведем отсчет всех дел. Есть девиз «Отличные дети», что один за все в ответе. Мушкетеры чтут его, рвутся в бой за одного. Цифра два. Чудная все же. На лебедушку похожа. Горделива, величава. Всюду ходит словно пава. Очень дружит с единичкой, со своей родной сестричкой. На две части делит ровно и ведет себя так скромно. Очень жаль, когда за знания двойку ставят в наказание. Не сидит без дела тройка, затевает тройка стройку. Тройка главный командир и прораб, и бригадир. Три веселых комара тащат краски три ведра. Пилят доски три грача. Волк несет три кирпича. С молотками три котенка. Гвозди носят три утенка. Три кота траншею роют, три медведя крышу кроют. Три козы сложили печку, красят окна три овечки. Каждый зверь пришел помог, получился теремок. Четыре в комнате угла. Четыре ножки у стола. И по четыре ножки у мышки и у кошки. Бегут четыре колеса резиной у обуты. Что ты пройдешь за два часа, а не за две минуты. А вот это цифра пять. До пяти легко считать. Каждый пальчик подержи, цифру пальчику скажи. Как считали, повтори. И один, и два, и три. А четыре не забудешь, и четыре говори. А последний будешь брать, говори скорее. Пять. Вы должны сейчас взять тетрадочку, ручку. Положить тетрадку правильно. Правильно взять в руку ручку. И работать вместе со мной в моем темпе. Я работаю вместе с вами. Итак, сегодня мы с вами будем писать. Начнем писать с цифры один. Цифра один пишется. Всегда, ребята, одна клеточка остается пустой. В первой клеточке мы ничего не пишем. Цифра один пишется. Вверх в уголочек, вниз наискосок. Вверх в уголочек, вниз наискосок. То, что я сейчас сделала с этой цифрой, это просто ручку не расписала, извините. Вверх в уголок, вниз наискосок. Пишем через одну клеточку. Клетку пропускаем. Мы пишем вместе со мной в моем темпе. Вверх в уголок, вниз наискосок. Вверх в уголок, вниз наискосок. Вверх в уголок, вниз наискосок. Клеточку пропускаем. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Линии прямые, безотрывные. Руку от тетради мы не отрываем. Вот так до конца строчки. Молодцы. Теперь будем с вами писать цифру 2. Пропускаем вниз одну клеточку от цифры 1. И во второй клеточке будем писать. Пишется цифра 2 вверх. Делаем закругление. Соприкасаемся с верхней, боковой стороной клеточки. Ведем вниз до середины. И волна. Клетку пропускаем вверх, вниз, до середины. И волна. Вверх. Соприкасаемся с верхней стороной, боковой стороной. Вниз до середины. И волна. И через клеточку вместе со мной в моем темпе. Вниз и волна. Вверх делаем закругление. Соприкасаемся с боковой стеночкой. Вниз и волна. Вверх. Вниз. Продолжаем урок. И сейчас мы с вами будем писать цифру 3. Цифра 3 пишется во второй половине клеточки. Одну клеточку от цифры 2 отступаем. Вверх делаем закругление и пишем так же как цифру 2. вниз делаем закругление и соприкасается с нижней половинкой стороной клеточки вверх делаем закругление вниз делаем закругление клеточку пропускаем вверх делаем закругление вниз делаем закругление обратите внимание, что при написании цифр у нас пол клеточки левой всегда свободная мы пишем во второй половине клеточки в правой половине клеточки делаем вместе со мной в моем темпе работаем вверх делаем закругление вниз делаем закругление вверх делаем закругление вниз делаем закругление вверх и вниз работаем вместе со мной в моем темпе мы нарабатываем скорость обратите внимание что руку от тетради я не отрываю и тетрадка у меня лежит наискосок если вы пишете левой рукой тетрадь должна быть повернута в другую сторону написали теперь мы с вами будем писать цифру 4 одну клеточку вниз от цифры 3 отступили вниз до середины довели клеточки вверх вернее вправо теперь вверх в уголочек и вниз еще раз вниз, вправо вверх в уголочек и вниз чуть дальше чем середина клетки вниз, вправо вверх вниз вниз вправо, вверх вниз вниз руку от тетради мы не отрываем вниз вправо вверх вниз вместе со мной пишем пишем в моем темпе вниз вправо вверх вниз вниз и последняя цифра вниз молодцы одну клеточку вниз отступаем теперь мы будем писать с вами цифру 5 цифра 5 пишется вниз делаем закругление соприкасается с боковой и нижней стороной клетки вот здесь руку от тетради оторвали и пишем как будто веревочка провисла вниз делаем закругление и веревочка провисла вниз наискосок делаем закругление соприкасаем с боковой и нижней стороной и веревочка провисла вниз делаем закругление и веревочка провисла вниз закругляем веревочка провисла пишем вместе со мной в моем темпе не отвлекаемся мы на это с вами потратим не больше 10 минут вниз делаем закругление веревочка провисла вниз вместе со мной 을 В моем темпе. Вниз делаем закругление. Веревочка провисла. Вниз делаем закругление. Веревочка провисла. Молодцы. А теперь мы с вами закрепим. Напишем все цифры, чередуя через 1. Пишем цифру 1. Во второй клеточке пишем цифру 2. Клеточку пропустили. Цифру 3. Работаем вместе со мной. Цифра 4. Пропустили клетку. Цифра 5. Пропускаем клеточку. Начинаем сначала. 1. 2. 3. 4. 5. Еще одну клеточку пропускаем. 1. 2. 3. И здесь у нас только с вами цифра 4 войдет. Молодцы. Отдохнем. А сейчас мы с вами выполним небольшой геометрический графический диктант. Посмотрите на котенка. Нужно помочь котенку нарисовать геометрические фигуры при помощи графического диктанта. И заштриховать полученные фигуры разными способами. Итак, отступаем от цифры 1, которую мы с вами написали. Вниз 2 клеточки. В сторону отступаем 2 клеточки. 1. 2. И ставим точку. От этой точки вправо мы считаем 4 клеточки. 1. 2. 3. 4. И в уголочке ставим точку. У нас получилось от цифр 2 клетки. Сбоку у нас с вами 1, 2, на 3 стоит точка. Итак, начнем с вами выполнять графический диктант. Первая точка. Одна клетка вниз. Проводим ровно по клеточке. Одна клетка вправо. Одна клетка вверх. И одна клетка влево. Какая геометрическая фигура получилась? Здесь мне неудобно было. Какая геометрическая фигура получилась? Правильно, квадрат. Теперь вторую точку работаем. Вниз 2 клетки. 1. 2. Вправо 2 клетки. 1. 2. Вверх 2 клетки. 1. 2. И влево 2 клетки. 1. 2. Какая геометрическая фигура получилась? Правильно, квадрат. Третья точка. 3 клетки вниз. 1. 2. 3. 3 клетки вправо. 1. 2. 3. 3 клетки вверх. 1. 2. 3. 3 клетки влево. 3. 3. Хорошо. Сколько геометрических фигур у нас получилось? У нас получилось с вами 3 квадрата. Давайте напишем с вами цифру 3. Вверх делаем закругление. Вниз делаем закругление. Клеточку пропускаем. Вверх делаем закругление. Вниз закругляем. Через клеточку мы с вами напишем цифру 3. Молодцы. И теперь котенок нам дал задание заштриховать эти фигуры разным способом. Давайте самый маленький квадрат мы заштрихуем с вами слева направо. Расстояние между полосочками должно быть одинаковым. Вторую фигуру мы с вами раскрашим сверху вниз заштрихуем. Расстояние между клеточками одинаковое. А эту фигуру мы с вами раскрасим сверху вниз, но наискосок. Сверху вниз, но наискосок. Наискосок справа налево. За рамочки мы не заступаем. И расстояние между полосочками у нас одинаковое. Хорошо. Какой по счету был этот квадрат? Правильно. Первый. Напишем одну клеточку вниз, отступим и напишем цифру 1. Какой по счету был этот квадрат? Правильно. Вторым. Записываем цифру 2. И какой по счету был этот квадрат? Правильно. Цифра 3. Клеточка вниз. Пишем 3. Молодцы. Котенок вас благодарит за сегодняшнее задание. Не забудьте себя оценить. Если вы выполнили это задание на отлично, так как в образце, то вы рисуете себе смайлик, который улыбается. Если вы считаете, что что-то у вас не получилось, тогда вы сделаете себе вот такой ротик. То есть нужно задуматься. Ну а если вдруг у вас совсем ничего не получилось, тогда вы ставите себе плачущий смайлик и еще раз пройдете мой урок. И, конечно же, я уверена, что у вас все получится. С вами была Ирина Викторовна. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok